итак сегодня 8 февраля готовлю очередное блюдо которое все любят в нашей семье которое называется баклажанная икра ну я не знаю почему это называется икра именно баклажанная потому что это в общем то больше похоже как бы на овощную рагу но вот так вот баклажанная икра не больше не меньше для этого нам понадобится баклажаны естественно у меня здесь два баклажанчика такие средненьких болгарский перец можно перец брать побольше не одну штуку а например две ну кто как любит лук чеснок растительное масло у меня где-то примерно 100 миллилитров и помидоры помидоры у меня в банке если брать такие нормальные помидоры то где-то 2-3 штуки помидор сейчас я это все нарежу и начну готовить пока я буду резать я масло растительное налью в казан и она будет разогреваться в казани у меня уже раскалилась масло я порезала лук перец и опускаем в казан все вместе и лук и перец пока лук и перец у нас будут обжариваться до мягкого состояния готовим баклажаны я баклажаны почистила и нарезаю их квадратиками квадратики небольшие немаленькие слишком мелкие не надо квадратики резать потому что она потом все разварится вот такими примерно кубики один на один сантиметр так лук и перец у нас прожарились лук стал такой прозрачные немножечко желтенькие сейчас самый момент вот я нарезала баклажаны и бывали бы баклажаны перемешиваем хорошо надо перемешать чтобы баклажаны перемешались с луком с маслом с перцем вообще говорят что баклажанную икру не жарят а варит не знаю может варить но всегда говорят сварю икру когда мы вот так все перемешали лук перец и баклажаны и масло соединились мы добавляем помидоры но я помидоры взяла из консервной банки здесь вот половину банки я беру помидоры тоже это все перемешиваем хорошо перемешали и пускай это теперь варится варится где-то может быть минут 30 должно но надо открывать иногда периодически перемешивать солить сейчас не надо солить потом где-нибудь серединке посадить закрываем крышечкой и пускай варится на среднем огне так вот открыл я через минут 57 смотрю хорошо варится добавляю соль я кроме соли ничего не добавляю если кто любит черный перец может быть добавить соль здесь где-то одна столовая ложка без горки перемешиваем и закрываем дальше варится так прошло где-то примерно 35 минут икра у меня полностью сварилась вот теперь когда она уже полностью готова я добавляю чеснок здесь у меня две дольки чеснока мелко порубленные баклажаны любят чеснок люди знаете об этом перемешиваем именно когда уже все готово и выключаю закрывая крышечкой и пущая настоит пускай настоит чуть-чуть настоится ну и вот такой вот конечный результат сверху я чуток ее присыпала зеленью а едим мы ее намазывая вот так вот бутерброд на хлеб и очень-очень вкусно попробуйте не сложно но очень вкусно